Первая история знакомства, ну, начало оно достаточно банальное у нас, познакомились через интернет, это было где-то 18-й год, помню. Где-то в сентябре он мне написал сообщение, я на это сообщение не обратила никакого внимания. Когда шла домой, я открыла приложение, было приложение Баре, я решила ответить. Хотел с ней встретиться, но что-то у нее не было особо времени, очень занятая была. И я тоже, в общем, не нашел время, особо не настоял, и как-то на год пропали, долго искал, не мог найти, потом откопал в инстаграме, написал. Я открыла и посмотрела, что он увлекается мотоциклами, мне это очень понравилось, и мы стали общаться. Я посмотрела в сторис то, что он поехал на трек и кататься на мотоцикле. Мне он написал, написал, давай встретимся. А она сразу мне услышала, типа, давай, да, типа, встретимся. И в ресторане тоже мне хотелось какие-то эмоции получить от первой встречи. Она у меня про мотоцикл расспрашивала туда-сюда, рассказала, что ей нравится. Я думаю, ну, ты не умеешь на мотоцикле, поехали на картинге покатаемся. Ну, она согласилась, приехали, там, кружили, 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 она там была дико довольная, адреналин хризлистал. Я ей вообще ни разу спуска не давал, таранились там друг друга по полной, как можно было, вот. Катались, гоняли. Все круто, отдохнули, море эмоций. Ну, у меня эмоции были, просто зашкаливали эмоции. Ну, после картинга я думала, что мы все уже разойдемся, мы идем домой. И вдруг он предложил дальше пойти погулять. И у меня уже на автомате, да, я согласна пойти дальше прогуляться, пообщаться. Вторая встреча, опять переписываемся, типа, куда? Опять не хочу в ресторан. Ну, хорошо, не хочешь в ресторан. И я ей припомнил, говорю, ты говорил, что на мотоцикле, типа, умеешь кататься. Поехали, покажешь, говорю. Привез ее на площадку с инструктором, дал ей мотоцикл. Ну, в общем, нужно отдать должное, она час проездила, ни разу не уронив мотоцикл. И в конце она мотоцикл роняет на бок, и мы просто там с инструкторами все падаем от смеха. Как она так умудрилась час проездить, все хорошо, у нее достаточно получалось. Еще мне жаловались, что она неопытная, типа, первый раз она постоянно газ там выжимает. За ней бегали инструктора. У меня с ней возникали уже, как бы, при встречах чувство такой определенной дружбы. Как с другом, как с парнем с другом. Мы так, знаешь, легко, там, не надо напрягаться. Через 2-3 недели он мне написал, давай встретимся еще раз. Ну, пригласил он меня в театр. Во время театра он вел себя вообще нагло, высокомерно, он гордый был. И я просто, ну, это не тот человек, который у нас был. Первое свидание такой веселый, интересный, энергетичный. И тут он совсем другой такой. Я помню, там, муж чей-то кого-то снимал, я говорю, вот никогда этого делать не буду. А ее это дико раздражало, оказывается. Честно говоря, я просто надеялась, когда этот спектакль закончится, закончится и поскорее домой. Когда начинается спектакль и просят выключить всем телефоны, гаснет свет, и я ей говорю, смотри, сейчас обязательно человек 10 баранов достанут телефон и начнут снимать. Попросили не снимать, и это ее окончательно добило, оказывается. Мы в машине ругались. Ругались то, что нельзя нарушать правила. И, в общем, подбесил я ее конкретно в этот вечер своей, скажем так, такой немецкой, не знаю, как она, дисциплинированностью в определенный момент. Хотя я на самом деле не такой дисциплинированный, просто в этот вечер у меня настроение не удалось. Я со злости вышла с машины, закрыла дверь со злости. Я думала, все, это наша последняя встреча, больше не хочу общаться. И не отвечала на его сообщения, звонки. Да это меня подбесило, на самом деле. Обычно я занят, обычно у меня нет времени. В общем, дело принципа стало, что надо еще раз с ним увидеться. Я говорю, короче, что, где ты есть, скажи, сейчас приеду. Ладно, я ему дам второй шанс. Посмотрю, что будет на этот раз. И это будет окончательно мое решение. В кино он был, опять же, такой милым, хорошим, заботливым. Я думаю, эти вообще две разных человека. Просто как так? И после этого я подумала, ладно, давай общаться. То есть у меня с ней такие святания были, такие встречи, которые, ну, я так обычно с друзьями хожу. Ну, то есть я кайфовал просто от общения с ней. И потихоньку так пошло, закрутилось. Со временем мое сердце начало таять. Я понял, что уже что-то слишком часто про нее думаю. Но самое главное, я понял, что она надежный человек. И как-то мы уже в ресторане встретились. Я говорю, у меня есть новости. Очень необычный человек. И как-то даже в ресторан мы пошли, он мне сделал необычное предложение. Честно говоря, я даже не поняла, что это предложение руки. Ты мне нравишься, ты хорошая очень девушка. И когда хорошие люди встречаются друг с другом, они должны это ценить. Потому что сейчас очень трудно встретить хорошего человека. И раз мы столько общаемся, то мы должны дать шанс друг другу, говорю. Ну, ты можешь не париться, от тебя ничего не зависит. Я ей так сказал, что... А ее это дико взбесило опять. Она говорит, как ничего не зависит? Я говорю, ну, решение не за тобой. Здесь уже, я говорю, вопрос во мне. Если я окажусь достаточно хорош, то у тебя выбора не будет. Ты примешь меня такого, какого я есть. Он был уверен в себе. Я так уверенно все это говорил. И когда он мне сказал, что от тебя ничего не зависит, и зависит все от меня, я в этот момент очень сильно разозлилась. Я говорю, не поняла, что ты имеешь в виду, что ничего от меня не зависит. От меня многое всего зависит, чтобы я согласилась. Я тебе не даю мое согласие, что я хочу дальше продолжать общаться и связать свою жизнь с тобой. После этого стал делать уверенные и резкие шаги. Попытался встретиться с моим отцом. Пришел к нам домой, пообщался. Потом с моими дядями. Я этого очень боялась, конечно. Когда я познакомился с ее родителями, с дядями пообщался, увидел, какая у них замечательная семья, она больше открылась мне. Я уже понял, что у меня джекфот. Я со стороны на него смотрела и восхищалась. Маргарита не по годам мудрая девушка. Она надежная, она достаточно умная, но при этом она дико импульсивная. Я понял, что она у меня так как бочка с порохом. Малейшие такие, скажем так, недопонимания либо какое-то слово. Ее легко задеть, но при этом она очень быстро отходит. И вот ее отходчивость мне очень понравилась, конечно. Но ее импульсивность, это придало особую щепотку нашим отношениям. Ждал долгое время, я получил то, что искал. И понял, что если все это время, все, что я делал, меня привело к этому человеку, значит, я все делал правильно в жизни. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня в этом прекрасном зале мы празднуем один из самых счастливых дней нашей жизни. Нашей с Маргаритой свадьбы. Да, и мы желаем всем одиноким сердцам встретить свою любовь, как и мы, и быть такими счастливыми. А я хочу, чтобы в этот прекрасный вечер вы от души повеселились за нас. За любовь!